Китайская кухня 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 Куриную грудку Мы также нарезаем на ломтики подходящей толщины Затем Также делаем надрезы на поверхности Такой толстый ломоть Затем нарезаем на кусочки Ага Примерно такого размера Толщиной примерно 2 см Главное сделать на всех трех ингредиентах Надрезы сверху Да, после этого нужно поодиночке Обвалять их в крахмале Посыпать солью Для вкуса Затем замоченный в рисовом вине Желтый древесник Да Я правда не помню, чтобы вы показывали нам нечто подобное Каким еще способом можно замариновать курицу? Можно использовать лук, имбирь Они не так хорошо убирают специфические запахи, как желтый древесник Понятно Например, когда готовим баранину или говядину Именно поэтому нужно добавить желтый древесник Потому что он прибавляет аромат Затем добавим соевый соус Хорошо Затем добавляем крахмал и чуточку масла Запечатаем все масло Готово А если эти три мясных ингредиента смешать и мариновать вместе? Их нельзя вместе готовить, потому что у них разное время приготовления Например, грудка приготовится, а пупки будут уже жесткими А сердца еще сырыми Потому что структура ткани у них разная Хорошо Добавим воду из желтого древесника То есть три мясных ингредиента нужно обрабатывать постепенно, один за одним Добавим соль Но весь процесс одинаков Желтый древесник уже размягчился от замачивания Поэтому нужно включить огонь и прокреть его на сковороде Нет Я траплю события, да? Что мы тогда делаем дальше? Мы измельчим желтый древесник ножом Он сейчас мягкий, поэтому измельчить его будет проще простого Нарезаем его очень мелко Это делается для того, чтобы желтый древесник лучше отдал свой аромат Да Затем мы снова помещаем его в воду А мы не будем его обжаривать А он так не рассыпется? Получается, мы нарезали желтый древесник и снова засунули его в рисовое вино Куриные сердца, пупки и грудку мы уже обваляли в кляре Скипятим воду Включаем огонь и ставим воду Вначале ошпарим их, да? Да Слегка подготовим их Чтобы они были и не готовы, и не сырые Все верно В теории можно опускать любое мясо в холодную воду И с ним ничего плохого не случится Но вот куриные сердца и пупки при постепенном нагревании могут стать жесткими Так достаточно Хватит, да? Переводим на слабый огонь Сейчас вода примерно 70 градусов Вначале выкладываем куриные сердца Какой порядок? Вначале сердца Вначале ошпариваем по порядку от самого жесткого После сердец закидываем куриную грудку Почему именно ее? Потому что нам нужно, чтобы пупки были хрустящими Хорошо Сейчас Выкладываем пупки Друзья, обратите внимание, что очередность выкладывания зависит не только от логически понятной длительности приготовления ингредиентов Но и от их конечного вкуса Да, все верно Хорошо Теперь мы добавим немного соли Затем сахара Дальше мы приготовим соус, да? Да, сахар Соевый соус Уксус Крахмал Вода нужна? Нужна Кунжутное масло Богатый вкус у соуса будет И самое главное Молотый перец К желтодревеснику добавляем еще и молотый перец? Да, и побольше Желтодревесник с перцем Наверное, не будет ничего страшного Так Добавим немного воды Готово Что еще нужно добавить в этот соус? Лук Чеснок Имбирь И чеснок Добавили в соус Какие только можно приправы Далее берем наши мясные ингредиенты Они уже готовы, почти Если не операция на время То как по внешнему виду определить, что они готовы? Они должны со всех сторон подняться В местах разрезов надуться Цвет должен стать серо-белым По виду кажется, что пупки внутри похожи еще сырые Да Совсем не готовы Это не страшно Не проблема, да? Мы ведь еще все это пожарим на сильном огне Понятно, хорошо Так Наливаем немного масла И кладем несколько зубчиков чеснока Зубчиков? Прям полностью? Выкладываем Как же пахнет этот соус? Кладем морковь и сельдерей Обжариваем овощи и чеснок до аромата Верно Когда они слегка размякнут Кладем острую пасту Еще добавляем приправ Совсем чуть-чуть острой пасты Затем можно добавить мучной соус или соус хуй син Мне уже пора начинать считать количество приправ, которые мы сегодня положили По-моему, их уже больше десяти Хорошо Теперь выкладываем мясо и внутренности Хорошо Выливаем соус И все обжариваем вместе После того, как наливаем соус Не трогаем содержимое сковороды Почему? Пусть потомится секунд десять, чтобы соус загустел Ждем десять секунд А если, допустим, я боюсь, что приправы, которые я добавила, пригорят Что тогда делать? Не пригорят Хорошо Выкладываем Готово Ура! 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 Пахнет желтодревясником Для повара самый волнительный момент это выкладывание блюда Ведь ему нужно удержаться от того, чтобы его не попробовать От аромата готового блюда Готово Слюнки текут Давайте вспомним, как готовится вкуснейшее блюдо Жареные овощи с куриным мясом и внутренностями Нарежьте морковь и сельдерей Замочите на две минуты желтодревесник Нарежьте куриные сердца, пупки и грудку И по отдельности замаринуйте в соли, воде из желтодревесника, соевом соусе, крахмале и масле Когда желтодревесник размокнет, измельчите его Добавьте соль, сахар, соевый соус, уксус, крахмал и приготовьте соус Нагрейте воду в сковороде до 70 градусов И забросьте последовательно сердца, грудку и пупки Варите до полуготовности Обжарьте в масле чеснок, морковь и сельдерей до размягчения Добавьте соус хойсин и острую пасту Обжарьте до аромата Затем выложите мясо и внутренности Налейте соус и перемешайте Приятного аппетита! Дальше вас ждут лакомые советы, где мы приготовим очень полезный напиток Морковно-яблочный сок Спасибо вам, мастер Ли Друзья, вы смотрели программу «Китайская кухня» Мы любим поесть и нам не лень готовить Свежие овощи очень богаты питательными элементами А если их дополнить фруктами, то это будет и вкусно, и полезно Для этого напитка вам понадобится Морковь, яблоко и мед Все очень просто Морковь очистите и нарежьте на кусочки Нарежьте два яблока Положите все в миксер, добавьте воды Приготовьте сок В конце добавьте мед и перемешайте Готово! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»